Итак, сегодня я попробую поговорить на более узкую тему, чем это было на прошлых наших встречах, и рассказать о том, что такое мастеринг. А также, идя навстречу просьбам поступившим, объяснить, почему в наше время компьютерного сведения, домашних экспериментов со звукозаписью, продолжают существовать мастеринговые студии. Поскольку дисциплина мастеринг сегодня в существующих вузах фактически является белым пятном, то, не боясь впасть в банальности, я бы хотел начать прямо с этимологии этого слова. Мастеринг — это калька с английского, который происходит от слова master, имеющего достаточно любопытную темологическую семью. Но нас интересует прежде всего значение мастер-копии для производства тиража. То есть, конечным результатом мастеринга всегда является создание некого эталона, матрицы, с помощью которой будет производиться тираж. Однако, разумеется, это не единственное, чем занимается в студиях мастеринга. И сам процесс имеет много определений, часть из которых, по крайней мере, я пытаюсь сегодня перечислить. Прежде всего, после того, как завершено сведение над стереофайлом или над шестиканальным файлом, можно, как правило, нужно произвести определенные операции, связанные с динамической частотной коррекцией, регулировкой по уровню и так далее. Собственно, именно этот процесс и называется мастеринг. Часто говорят о том, что мастеринг в области работы с музыкальными фонограммами занимает практически ту же территорию, что, скажем, постпродакшн в кинопроизводстве. Также нужно сказать, что мастеринг — это финальный этап, на котором можно в миксе выявить, выловить какие-то недостатки, исправить ошибки. И именно поэтому часто мастеринг доверяют другому человеку, не тому, кто сводил фонограмму, что называется, еще одним ушам, для того, чтобы не повторять свои ошибки сведения, а попытаться их исправить, если они есть. Но в то же время нужно понимать, что самым главным условием здесь является не то, чтобы мастеринг делал другой человек, а то, чтобы его делал тот, кто умеет делать мастеринг. Соответственно, нет ничего страшного, если кто-то сводит, и он же осуществляет, соответственно, финальную обработку своих миксов. Более того, многие считают, и я в их числе, что микс должен делаться с расчетом на последующий мастеринг и с пониманием того, что с ним произойдет в студии мастеринга. То есть, в качестве примера у нас в студии стоит популярный компрессор Manly VeryMU, который часто используется во многих мастеринговых студиях. У этого компрессора среди его особенности есть такая, как добавление небольшой яркости в звук. Соответственно, если человек планирует, ему нравится этот компрессор, он планирует его использовать на мастеринге, нужно иметь в виду, что если в миксе, условно говоря, будет чуть больше низкой середины, то как раз после мастеринга он получит тот эффект, который хотел. Соответственно, нужно учитывать постоянно во время процесса, что же будет происходить в дальнейшем. Также, может быть, самым главным определением мастеринга, которое, как ни странно, остается часто на периферии звукорежиссерских разговоров об этом процессе, на мой взгляд, является то, что это тот этап, на котором мы работаем с музыкальной фонограммой как с целым. Не как с набором инструментов, каких-то деталей, а именно воспринимаем ее так, как пытаемся, во всяком случае, воспринимать так, как ее будет воспринимать рядовой слушатель. И в связи с многообразием способов слушать музыку сегодня, многообразием носителей, колонок, наушников, условий, в которых эта музыка прослушивается, мастеринг – это тот этап, на котором мы пытаемся, чтобы те художественные задачи, которые вложены в ту или иную композицию, при всех оговорках и плюсах и минусах, существующих на носителей, тем не менее, были донесены до слушателя. В этом смысле, мне кажется, очень удачной аналогии, которую, по-моему, Филипп Ньюэлл и проводил, между мастеринг-инженерами и литературными редакторами. Соответственно, это те, кто в каком-то смысле определяет, насколько радикальными могут быть те или иные творческие решения, сколько их выдержат колонки или наушники пользователей. Собственно, история мастеринга начинается от эпохи винила, когда в задачи инженера входило именно определить, насколько та или иная фонограмма соответствует технологическим рамкам, достаточно жестким в ту пору, словно говоря, большее количество высоких частот, чем это может выдержать производящие винил оборудование, просто приводило к их поломке. И с наступлением эпохи компакт-дисков и эпохи интернета эти рамки стали менее жесткими. И одновременно с творческой свободой появилась проблема, которая всегда касается превращения какого-то явления в массовая. Это проблема того, что наряду с интересными творческими экспериментами появляется большое количество некачественной продукции или откровенного брака. И, собственно, мастеринг студии – это возможность препятствовать появлению подобного рода фонограмм. И в этом смысле миф о том, что домашнее сведение не нуждается в мастеринге в студии, а логичнее его продолжить на плагинах дома, собственно, дает о себе знать лучше всего, когда мы сравниваем эти фонограммы. И как раз то, что не прошло через сведение в студии, зачастую больше нуждается в мастеринге на профессиональном оборудовании, чем те фонограммы, которые сводились через пульт. Еще одним таким мифом является рассуждение о том, что если микс – это творческий процесс, то мастеринг – это сугубо техническая операция, которая имеет крайне мало отношения к творческим решениям. На самом деле на мастеринге очень часто принимаются не менее важные, а иногда даже более важные именно художественные решения, чем на миксе. И, конечно, к этому процессу стоит отнестись внимательно. Поэтому сегодня, когда многие музыканты считают мастеринг каким-то финальным, в общем, не очень важным этапом, когда можно выбрать на виртуальном компрессоре пресет мастеринг и таким образом выровнять по уровню свои фонограммы, представляется несколько наивным. Ну, собственно, чуть-чуть о современности, такой социологический ракурс. То, что произошло в 2000-е, ну, условно, это произошло чуть раньше, но, скажем, в 2000-е, когда поток музыки хлынул в интернет, можно сравнить с тем, что век назад испанский социолог Хосе Артега и Гассет назвал восстанием масс. Собственно, вот это восстание масс пришло в звукозапись только с достаточно большим опозданием, чем то, что было связано с общественными процессами. Но аналогия достаточно, мне кажется, понятной и актуальной. Дело в том, что вот это восстание масс обнаруживает наряду с теми плюсами, о которых я говорил, то есть люди получили возможность, сидя в наушниках за ноутбуком, по крайней мере, не только ознакомиться с принципами работы тех или иных виртуальных устройств, но и достигать каких-то результатов. Одновременно нужно понимать, что сама ситуация, в которой все уверены в том, что дома можно добиться тех же результатов, что и на студии, в этой ситуации планка качества автоматически оказывается заниженной. И именно поэтому сегодня многие музыканты, уже выбирая между записей в студии и покупкой процессора эффектов, часто выбирают второе. То есть считается, что больше оборудования, больше каких-то обработок гораздо полезнее, потому что записаться-то можно уже в любых условиях. Сюда же, соответственно, носится следующая проблема. Гораздо менее популярным для производителей оказывается идея заинтересовать потребителей в каких-то акустических проектах. Гораздо проще, соответственно, заинтересовать его в каком-то новом оборудовании. Как ни странно, вот это с появлением плагинов, достигшие уже практически бесконечного количества обработок, зачастую вот все это многообразие приводит не к бесконечному количеству творческих решений, а к их стандартизации. То есть примеров может быть масса, например, победа формата MP3 над всеми остальными. Или то, что это бесконечное обустройство деталей приводит к отказу от более фундаментального выбора той или иной технологии, скажем, цифровой или аналоговой. То есть бесконечное многообразие плагинов упирается, скажем, в качество конвертера звуковой карты или математику той или иной программы. То есть об этом очень важно задумываться. Собственно, то, что может сегодня предложить мастеринговая студия, заключается как раз в возможностях выбора между цифровой и аналоговой цепочками обработок или их комбинированием, соответственно, варьированием аналоговых аутборд приборов, также возможности параллельной аналоговой компрессии, скажем, или выбора между цифровыми и аналоговыми преобразователями. Обо всем этом я попробую рассказать подробнее в следующий раз на примере как раз оборудования мастеринговой студии Масфильма. Субтитры создавал DimaTorzok